Татарстан Действительно мы оказались во власти циклона, активного циклона, который пришел к нам с запада, с Атлантики. Именно он к нам закачивает теплую и влажную воздушную массу. Это воздушная масса, которая согрета теплыми водами Южной Атлантики. И сейчас у нас температурный фон, конечно, превышает климатическую норму по температуре. Говоря об осадках, с этим циклоном связаны атмосферные фронты, и именно они уже вторые сутки приносят нам осадки в виде снега. Кроме того, при прохождении атмосферных фронтов наблюдается усиление ветра, что в сумме дает нам вот такую низовую метель, сильную низовую метель, которая ухудшила видимость до 500 метров и менее. По словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Тимура Ауходеева, в ближайшие сутки погода позволит горожанам отдохнуть от метели, ведь Казань будет во власти небольшого барического гребня. Поднимется атмосферное давление и осадков не ожидается. Однако к выходным характер погоды сменится на циклонический. Осадки в виде снега и мокрого снега и изменение температуры на близкую к климатической – отличная возможность выйти на зимнюю прогулку с семьей и друзьями. Тем не менее, радоваться заранее не стоит. Уже к выходным погода снова приблизится к нулевой отметке. По предварительному прогнозу, с начала следующей недели мы опять ждем некоторое похолодание. Таким образом, вот эти температурные качели будут сопровождать нас в ближайшую декаду. Стоит отметить, что ближайшая декада прогнозируется с аномалией примерно на 2 градуса выше климатической нормы. И напомню, что климатическая норма для этого периода составляет минус 10 градусов. Для многих автомобилистов зима является просто кошмаром, особенно когда начинаются многочисленные снегопады. Больше всего непреодолимых трудностей при управлении автомобилем в зимнее время испытывают, безусловно, водители-новички. Но даже опытные не любят это время года по определенным причинам. Именно это и является важным основанием для соблюдения ряда правил, способствующих безопасности на дорогах. Особенно это касается тех автолюбителей, которые имеют малые навыки вождения. Первое, что я пожелаю водителям автомобилей, особенно неопытным, новичкам, отказаться в такой погоде от езды на автомобиле по городу или даже за городом. Если нету навыков, то лучше подождать. Подождать, когда очистят дороги, посыпят реагентами, и тогда уже будет возможность ездить более безопасно. Если же поездка все-таки необходима, нужно учесть тот факт, что скорость подготовки автомобиля к дороге, скорость потока и условия видимости обязывают водителей запастись терпением, а как следствие закладывать больше времени на поездку. Также важным фактором является необходимость в плавности движения на всем протяжении маршрута и снижение привычной скорости. Это касается как поворотов и искривлений полос, так и движения по прямой. Торможение и старт просто обязаны быть плавными, чтобы не уйти в занос и не помешать другим участникам движения. Следующий совет – это плавность хода. То есть вот это сочетание тормоз, газ, сцепление должны быть очень плавными. Если резко тормозить или резко газовать, то автомобиль будет пробуксовывать, его может заносить в сторону. Поэтому плавность движения во время поездки. И последним условием становится способ остановки транспортного средства на стоянку. Внимательно следует следить за тем, куда ставить автомобиль. Под крышами и навесами увеличивается риск схода снега и льда, что может стать причиной прихода транспортного средства в негодность. Существует также определенный ритуал, который необходимо соблюдать уже после остановки и во время стоянки. Не следует оставлять авто в состоянии неблизком к температурному режиму. Как следствие, это станет причиной наледи и более длительной подготовки транспортного средства к поездке на следующее утро. Когда вы припарковались, рекомендуется сравнять температуру воздуха в автомобиле с температурой воздуха на улице. Ну, приблизительно поближе. То есть не оставляет тепло в автомобиле, потому что вы закрываете автомобиль, идете домой, домой снег начинает падать и он начинает к теплым стеклам прилипать. И таким образом образуется наледь и на утро опять сложности. Таким образом, соблюдая все правила, можно даже в самую сильную метель и практически нулевую видимость добиться полной безопасности на дороге. Не помешав другим участникам движения и сохранить свою собственную жизнь. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Универ Новости.